Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова, и я веду нежную нейрофизиологическую гимнастику по методу Фильбенкрайза. Если в течение рабочего дня мы долго смотрим на близко расположенные предметы, экран монитора, книги, тетради, то наши глаза остаются в привычном положении, сведённым к переносице. Система глазодвигательных мышц и связочный аппарат глаза устроен так, что движение к переносице кнутри и вниз уравновешивается движением вверх и в сторону. Этот принцип мы с вами будем использовать в уроке по методу Фильбенкрайза, чтобы снять зрительное напряжение и улучшить осанку. Лягте, пожалуйста, на спину и расположитесь комфортно. Почувствуйте, как ваше тело располагается с полом, строго и симметрично лежит голова и смотрит в потолок нос. Какая лопатка ярче прижата к полу, какая половина грудной клетки соприкасается с полом более отчётливо и вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха. Симметрично ли на полу располагается таз, строгый потолок смотрит кончики пальцев стоп. Теперь, пожалуйста, согните правую ногу в колене, поставьте стопу на пол и медленно, плавно надавите правой стопой в пол. Медленно опуститесь, опять надавите правой стопой в пол, медленно, плавно опуститесь. Почувствуйте в очередной раз, когда вы давите стопой в пол, как скручивается таз. Мягко, плавно опуститесь. Ещё раз, чуть сильнее надавите правой стопой в пол и почувствуете, как прижимается к полу одна лопатка ярче, чем к другу. Великолепно. В очередной раз надавливая правой стопой в пол, посмотрите глазками влево и вверх за себя. Медленно, плавно вернитесь в нейтральное положение. Опять надавите правой стопой в пол, почувствуете, как скручивается таз, крупная клетка, как одна лопатка прижимается ярче к полу. Посмотрите глазками влево и вверх, как будто за себя. Сделайте глубокий вдох и на выдохе мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. И ещё раз. Правая стопа дает в пол, всё в тело скручивается. Делайте вдох и глазками смотрите лево вверх. Мягко, плавно вернитесь в нейтральное положение. Вытяните, пожалуйста, левую ногу. В правую ногу и согните левую. Давайте сделаем то же самое движение левой ногой. Надавим стопой в пол. Мягко, плавно снижаем напряжение. Ещё разочек. Надавим левой стопой в пол. И глазками посмотрим вправо вверх за себя. Мягко, плавно снижаем напряжение. Опять левой стопой надавим в пол. Глазками посмотрим вправо вверх. Мягко, плавно снижаем напряжение. Великолепно. Согните две ножки в коленях. Поставьте стопы на пол. Надавите левой стопочкой в пол. Оглазками посмотрите вправо вверх. Мягко, плавно снижаем напряжение. Надавите правой стопой в пол. Оглазками посмотрите в левую вверх. Мягко, плавно снижаем напряжение. Ещё разочек. Левая стопа, глаза в правую вверх. Нейтральное положение. Правая стопа, глаза в левую вверх. Нейтральное положение. Вытяните ножки. И отдыхайте. Поворачивайтесь, пожалуйста, на бок. И присаживайтесь. Посмотрите перед собой вдаль. Кажется ли вам, что ваше зрение стало более чётким. Пространства расширились. Окраски стали ярче. Всего пару коротких упражнений. Когда движение тела сочетается с движением глаз, может снять зрительное напряжение, улучшить зрение и осанку.